Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Финляндию. Там он встретится с лидерами северных стран. Как минимум один человек погиб и четверо пострадали в результате ночного обстрела Киева. Украинскую столицу атаковали дроны Камикадзе. ВС России завершили прием вооружения и военные техники от подразделений ЧВК Вагнер заявили в Минобороны страны. Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Финляндию для встречи с финским президентом Саули Нинистой и другими лидерами северных стран Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Столица самого молодого члена НАТО стала третьей остановкой в европейском турне Байдена. Перед приездом в Хельсинки он посетил Лондон, где встретился с мирминистром Великобритании Риши Сунаком и саммит НАТО в Вильнюсе, выступая на котором американский президент еще раз осудил российскую агрессию и заявил, что поддержка западными союзниками Украины не дрогнет. Украина так и не получила приглашения в альянс или временных рамок по вступлению в него. Тем не менее страны-участницы блока согласились упростить процесс принятия Киева в свои ряды в будущем, а страны G7 пообещали Владимиру Зеленскому новые поставки оружия и долгосрочные гарантии безопасности. Главным достижением саммита в Вильнюсе стало согласие президента Турции Риджаба Таипа Эрдогана поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь принятие Стокгольма в альянс должен ратифицировать турецкий парламент. По меньшей мере один человек погиб в результате ночного обстрела российской армии Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Еще как минимум четверо пострадали, уточнили в ГСЧС. Двое из них получили осколочные ранения, двое отравились продуктами горения. По данным украинских властей Киев атаковали дроны Камикадзе иранского производства. Все 20 из них были уничтожены. Их обломки упали в четырех районах города. В результате были повреждены жилые дома и произошли пожары. Система ПВО также уничтожили две ракеты Калибр, заявили в СССР. Russian forces conducted a series of drone strikes across Ukraine for two nights in a row, likely in a demonstrative response to the 2023 NATO summit in Vilnius and to threaten the Black Sea grain deal. Meanwhile, Ukrainian forces continue the counter-offensive operations and at least three sectors of the front, which is here, here, and in this area, and made gains in some of these areas. Now, this time, let's take a closer look at the south of Ukraine. The Ukrainian general staff reported that Ukrainian forces continue defensive operations in western Запурижья area. It's this part of the region. The Institute for the Study of Warsaw's geolocated footage published shows Ukrainian advances northeast of Roboteno. Roboteno is right here, about 15 kilometers south of Orihiv. Now, Kremlin-affiliated mail bloggers claimed that Ukrainian forces were able to advance in the of the vicinity, because they attacked a frontline area where Russian forces had the least number of Russian mines and fewer fortifications. Now, let's go a little bit towards east and to the administrative border between the regions of Запурижья and Donetsk in this area. Here, Russian and Ukrainian forces continued ground attacks along this administrative border, with Ukrainian forces pushing. The Ukrainian general staff reported that Ukrainian forces continued offensive operations in this direction towards Berdyansk. The Institute for the Study of War says Russian defense minister Sergei Shoigu attempted to portray the Ukrainian counter-offensive as a failed effort against the backdrop of the NATO summit in Vilnius. WS Russia и завершили прием вооружения от ЧВК «Вагнер». В Минобороны страны подтвердили получение свыше 2000 единиц военной техники, включая танки Т-90, Т-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитные и минометные комплексы, артиллерийские установки и прочее. Также было передано около 2500 тонн боеприпасов и 20000 единиц стрелкового оружия. Между тем, в Российском оборонном ведомстве доложили о том, что был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. А погранслужба Украины опубликовала видео, на котором, как утверждается, российский танк атакован украинским беспилотником во время операции в Херсонской области. Поступает информация о взрывах в Киеве, в Кропивницком, в Борисполе, в Хмельницкой области и Запорожье. Почти на всей территории Украины этой ночью была объявлена воздушная тревога. Елена Яхупова – одна из тысяч украинцев, которые содержатся или содержались в российском плену после начала полномасштабной войны. Как выяснило агентство Associated Press, в России и на оккупированных украинских территориях действует сеть официальных и неофициальных тюрем. Заключенные рассказывают о пытках, психологическом насилии и принудительном труде. Вместе с другими заключенными женщину заставляли рыть окопы для российской армии. На спутниковых снимках также видно, как в приграничном Ростове-на-Дону строят подобные тюрьмы. Как выяснили журналисты, российские военные планируют возвести десятки таких мест заключения. После отступления российских войск в сентябре прошлого года в многочисленных населенных пунктах обнаружили камеры пыток. Отец Анны Вуйко пропал во время российской оккупации Гастомеля. Сейчас его дом пуст. Один из бывших заключенных рассказал Анне, что он задержится в тюрьме в Курске. В ходе обмена в пленными вместе с украинскими военными на родину вернулись около 400 мирных украинцев. В Киеве считают, что в российских тюрьмах до сих пор содержатся примерно 10 тысяч гражданских лиц из Украины. Несмотря на то, что число людей, пытающихся нелегально попасть в Литву из Беларуси, уменьшилась, проблема до сих пор актуальна для этой пограничной территории. Ранее Конституционный суд Литвы признал незаконным содержание мигрантов более 6 месяцев в спеццентрах без права покидать их. В этом центре в городе Побраде находятся 132 человека. В отношении некоторых суд выдал постановление о задержании. Но есть и те, кто имеет право беспрепятственно передвигаться и выбирать место своего пребывания. Наш собеседник хочет остаться в Литве и надеется перевезти сюда жену. Но многие отправляются дальше, в страны Западной Европы. С начала этого года в ЕС было выявлено полторы тысячи таких случаев. Магдалена Ходовник. Лето экстремальных явлений стоит в Европе. За рекордным зноем следуют грозовые дожди, а затем вновь наступает жара. Северная Италия пострадала от ливня и сильного ветра, который валил деревья и наносил ущерб домам. Несколько человек получили ранения. От непогоды пострадала и восточная Франция. Резко поднявшаяся температура держалась несколько дней. А потом проливные дожди прошли в Дижоне, Страсбурге и других городах. В то время как осадки принесли облегчение некоторым районам, большая часть континента остается во власти устойчивой волны тепла, как, например, в Румынии. В Испании, где столбики термометра временами поднимаются выше 40 градусов, люди ходят по ночам на пляжи, чтобы глотнуть свежего воздуха. Долгосрочные последствия периодов аномальной жары, которые случаются все чаще, очевидны в Альпах. Швейцарские ученые говорят, что ледники тают с нарастающей скоростью. Более мягкие зимы и уменьшение ежегодных снегопадов усугубили проблему Швейцарии и других альпийских странах. Швейцария